...интеграл по габельтониану взаимодействия, взятым в представлении взаимодействия. Ну и это экспонент, а фактически представляет бесконечный ряд по степеням взаимодействия, изнизится в минус и Т1. Следующий ряд. Следующий след выгруппли его. Дифференциалы, и так далее, и так далее. Вот надо разлагать по степеням взаимодействия числитель и знаменатель. То есть надо, значит, S-матрицу числителя разлагать, S-матрицу знаменателя, и последовательно каждый ряд усреднять. Для того, чтобы эту процедуру проделать, надо конкретно задать вид габельтонианного взаимодействия, в котором содержатся тоже операторы. Ну давайте в качестве габельтонианного взаимодействия выберем двухчастичных взаимодействий электронов. Пишу габельтонианное взаимодействие в Шведичевском габельтонианное взаимодействие на второе взаимодействие двух электронов. ГС-М2. Потенциалов и магистия у ГС-М2. ну и двойное интегрирование по пространственной карминаде. Это вот мы записываем габетониан взаимодействие в Шреллингеровском представлении. А в нашей матрице габетониан взаимодействия стоит в представлении взаимодействия. То есть надо взять, намерен навесить сбоку от глаз, через рост это было видно, с нулевым габетонианом и перейдем к габетониан взаимодействия. Тогда вот этот, то что стоит числитель и осматривается, будет представлять за себя следующую вещь. То, что стоит в показателе экспонента в восьмом акции, габетониан взаимодействия по представлению взаимодействия. Это вот такая, что будет. Одна вторая. Габетониан взаимодействия по координатам. Оператор рождения электрона в представлении взаимодействия. То есть вот здесь уже появился язык СТ-1. Это означает, что у меня вот этот оператор зажат между обкладками. Так, ну вот сюда напишем. Ну вот, когда видим на это выражение, которое у нас стоит в показателе экспонента, видно некая диссимметрия. Диссимметрия состоит в том, что у нас по координате два интегрирования, по времени только одно интегрирование. Но он должен строить все, как говорится, единообразной техники. Поэтому делается следующий трюк. Делается следующий трюк. Берем, возьмем пул R1 и R2. Формально домножим на вот такую велико-функцию двух координат. Тогда вот это выражение мы обозначим как потенциал, зависящий от двухобобщенных координатцев, с один датчиком времени и пространственных координат. И тогда наш вот этот, потому что стоит в экспоненте, этот крит пишется в таком простом виде. da4x1, da4x2, каждая интегрированная, включая в себя их координату и проекты. Ну и вот теперь нам надо считать с таким выражением, разложение S-магн. Давайте посмотрим пока на числитель. Что у нас в числителе стоит? Нашего выражения для функции грейна. В числителе функции грейна у нас стоит кто? Значит два оператора. Нарез и магнеза. Начинаем возлагать осматривание. Первый член разложения осматривания это единица. Ну что здесь будет тогда? Здесь у нас стоит фактически свертка или нулевая функция грейна. А следующий член разложения будет выражать. А следующий член разложения будет иметь такой минус, интеграл от минус до... А следующая подкладка числителей, подкладка первого порядка по граммитринянам зрения риска, она имеет вот такой вид. Значит нам надо будет проводить здесь усреднение. И значит, что там, если мы распишем вот этот первый поплавочный член. то первый поплавочный член минус... Минус... Давайте мы его распишем в явном виде, чтобы было ясно, что нам надо усреднять. Подставляем вот этот выбранный гаммитринян, который я вот только что писал в симметричной форме. Значит это будет равняться минус одна вторая... d4x1... d4x2... Потенциал взаимодействия вот сюда и вытащим. И надо усреднить в основном состоянии вот такое большое произведение. Так... Альфа, бета, гамма, дельта, это спиновые индексы. И напоминаю вам, когда индексы повторяются, это означает панипсумирование. Шесть операторов по теореме ВИКа, значит четное число операторов... Число, так сказать, операторов рождения совпадает с числом операторов уничтожения. Если было четыре оператора рождения, два уничтожения было до ноль. Здесь все нормально. На прошлом занятии я рассматривал, как усредить комбинацию четырех операторов. Сейчас больше шесть операторов. Ну вот давайте придется, к сожалению, повозиться и вот эту штуку писать один раз подробно. Давайте функционерняем эти шесть операторов. Так, символически напишу. Т, вот от всей этой большой толпы, равняется. По теории ВИКа нам надо наметить все возможные, так сказать, варианты разбиения напарной свертки. Ну вот я сейчас просто сделаю, выпишу, буду выписывать вот эти шесть операторов и, так сказать, указывать дугами все возможные варианты, как мы можем их свернуть. Ну вот можно так свернуть. Дальше подозвести свертку такого типа. Так, давайте вот эти два оператора свернем. То есть при производстве свертки потом надо их переставлять так, 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 чтобы они оказались рядом. И вот эти два оператора тоже свернем. Так, другой вариант. Ну давайте свернем тут от внешних операторов. Сохраним. Ну поменяем здесь вариант свернуть. Сохраним. Так, теперь здесь два оператора свернем. Так поменяли. Ну вот давайте вот эти теперь будем объединять. Вот эти объединения. Дальше. Третий вариант. Выпишу сперва. Третий вариант. Что я теперь сделаю? Значит, я операторы от внешних точек, от внешних концов вернусь какими-то уже теперь внутренними. Ну вот давайте вот этот оператор уничтожения среди операторов рождения свяжу. Так, давайте вот эти два оператора рядышком. И что осталось? Ну вот эти два оператора можно было потом объединить. Третий вариант. А зачем все варианты выписать? Чтобы нарисовать все вклады в этом порядке теории возмущения. Чтобы все, что в этом порядке теории возмущения... Ну, представьте, что вот эта В, которая стоит у меня, ну, она пропорциональна какой-то силовой константе G, которая является малым по своему порядку. Значит, надо все вклады в этом порядке G, вот от этих самых. Четвертый вариант. Будет шесть вариантов. Четвертый вариант. Будет шесть вариантов. Так, что делаем в четвертом варианте? Вот это спариваем. Так, теперь значит, что я делаю? Б это я спариваю с третьим. И что осталось здесь? Да вот это. Еще два варианта. Пятый. Я вас успокоил. Тогда будет следующий порядок. Мы не будем так делать. Просто мы идем сейчас историческим путем, когда люди начинали сидеть и писать, потом поняли, что можно немножко повыше действовать. Специальность теоретика, господа студенты, это крайне специфическая работа, но требует бухгалтерского терпения и аккуратности. Потому что если где-то вы на страничке 2 потеряете коэффициент 1, 2, а где-то не учтете знак минус, ведь в 80-е странице вдруг вы видите результат, что получается какая-то чудь. А я знал таких людей, вот скажем. Когда-то явился к нам попростую. Один молодой человек, полный ингредиазма. Ну, даем ему задачку. Сиди по 8-10 часов. Какая-то чушь. Ну ладно, повозился с ним один товарищ. Ну ты дай ему другую задачку. Он тоже повозился. Полгода у меня был вне терапия. Энергии полно. Ты человек старательный, добросовестный, но в теоретике ты не годишься. Сбои происходят. Он сидит, считает, где-то на 2-й странице сбился, на 3-й, на 8-й сбился. Ну, человек снял доводом аназму, ушел из теоретической физики. Сейчас член ГОЛ, уважаемый человек, директор одного из институтов ГОЛОВА, но, так сказать, в области уже экспериментального положения. Ну вот, 5-й вариант. Так можно еще связать каратовые. Ну и еще 6-й дополнительный картины. Ну и еще хуже. Некоторые задачи принятия теоретической физики и в сумму расходят. Ну и тут. От Горковских брачек лечатся. Тоже такие случаи. Часто такое бывает? Нет, это, конечно, скорее исключение, но, в общем, у многих, тем не менее, мозги закипают, не доходя до суммошленности. Ну, в общем. Ну, вот еще такой вариант. Так. Вот я наметил все эти пути, возможные спадания. И затем начинаю переставлять, вот, скажем, вот этот оператор, который я вот с этим свинал, начинаю его переставлять. Этот переставлю, значит, минус 1. на это кажется. Потом, впереди этого переставлю, минус 1 во второй степени, значит, знак все-таки не изменится. Поэтому, значит, только сейчас я вам показал пути возможного спадания. А теперь просто напишу, на какие средние в результате распадается наша средняя от шести операторов. Так. Тоже длинный с 1. Значит, ну и результаты выделения таких вариантов спадания. Т. Это наши шести операторов. У вас они и на вас написаны, так что давайте не будем переписываться. Представляется. Т. Т. Это то, что я написал в качестве первого варианта средствования. Т. Т. все операторы переставли в таком нужном порядке, как они должны стоять в функции Грина, и учел знаки Кристанова. снова отдельно ду. Дальше. Такой. до burglia апельс Bilic баю устройства до б разы lain через до Так, третий. Так, третий. Так, третий. Четыре клада написал, еще два оставать. Четыре клада написал. Четыре клада написал. Так, ну и напишу последний вклад. 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 Вот я выписал шесть вкладов. А теперь вспоминаем, что функция Грина, скажем, от двух каких-то операторов, она связана с этим средним, вот хронологически упорядоченным расположением оператора, вот этим соотношением. Ну и значит, наоборот. Т равняется ей на G0. Валевая функция Грина, взаимодействующих частиц. Поэтому я продолжаю свое равенство и сейчас опять перепишу шесть этих членов, а потом поговорим о том, как этот результат более наглядно изобразить. Значит, последовательно, первая членов, оказывается, его можно записать так. G0, гамма, гамма, X1, X1, G0, дельта, дельта, X2, X2. Давайте сбоку пометьте этот склад с буквой А. Второй. X1, X2. Убираем, можно? Убираем, как правило, X2, X1. Включаем, буквы B. Так. Так, минус I. Так, минус I. Три. ин. Так, минус I. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok Ну и вот, написали много скучных букв, но оказывается, что вот эти аналитические выражения можно довольно наглядно, графически представить с помощью диаграммы Фейнмана. И прежде чем, значит, рисовать диаграммы Фейнмана для этой поправки, давайте-ка я вот этот результат усреднения подставлю под интеграл, и давайте просто уже выпишу поправку первого порядка к функции Гаврина, к числителю, подчеркиваю, только пока к числителю, так можно изобразить результат раздражения в числителе. Вот давайте вот тут напишем условие, числитель, и, значит, это один из членов чувствителя, потенциал взаимодействия, и, значит, это два между точками. Так, вклады А и В можно написать, значит, в таком виде. Объединим две общие нормы. Так, вот это то, что соответствовало клаву А, ну что-то, ну что-то, ну что-то, ну что-то надо В получать здесь. Так, ну и теперь давайте В гильды. Так. В гильды. В гильды. Так. Вмещи. В гильдии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА